ребята всем привет со мной ребенок будет распаковывать новую камеру буквально недавно заказал камеру диджай осмо pocket вот в общем у нас у меня будет такое сравнение распаковка буду сравнивать ее с этой камеры на который сейчас снимаю снимаю сейчас на sony fdr x3000 почему я решил купить эту камеру эта камера стала плохо снимать появился давно уже биты пиксели мне зрители давно уже об этом писали буквально недавно стал наблюдать размытую картинку поэтому я решил переехать на эту камеру попробовать эту камеру буду сравнивать со своей старой камерой и его уже как бы дайте обратный ответ какая камера все-таки лучше снимает так далее приступаем заказал я буквально ее позавчера и уже камера пришла ко мне маленькая смотри какая камера маленькая в этой камеры я увидел свои плюсы то что все-таки у у него стабилизация то что пишет она таймлапс движение фотографирует фотки 3 на 3 она склеивает фотографии что еще есть также минусы мне покажется сравнение с sony она пишет звук чуть хуже все-таки опять же мы с вами сравним посмотрим и угол обзора у нее 80 если не ошибаюсь у sony 120 картон пластик я как будто бы давайте не раз легким движением баба по зрена какая маленькая я почему-то думал что она чуть больше 0 пусечка какая посмотрите какая карманная штучка кстати эта камера позиционирует себя как камера для влогов то есть достал что-то подснял рассказал так в комплекте что у нас имеется камера здесь такая вы знаете шуршавая ручка здесь похоже очень такой подвес как у мавика 2 это чехол это видимо таскать камеру на руке чтобы провод type-c переходнички идут смотрим что за переходнички переходник идет type-c так вот просто нам нужно у нас айфоны у всех поэтому вот нет это не samsung это другие нового поколения телефона сейчас идут type-c портом во берем подцепляем и мы можем собственно подключить сюда 500 телефон об этом чуть позже так как он укладывается посмотрим он сам он сам просто поправился как надо да и неправильно поставил таким образом для переноски здесь можно заряжать не вынимая из-за чехла дальше что у нас имеется здесь есть разъем под флешку все включилось так язык у нас так французский английский китайский это не знаю какой немецкий русского народе снег туда русского вес нету english окей english все смотри о смотрите она уже стабилизирует как бы держит 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 смотрите я прям вращаю посреди стул до сих пор держится в объективе так ага это можно фокус то есть фокусировку сделать точечную так смотрите ребята и инструкция у нас есть по русски даже смотрите на 35 странице есть русский язык краткое руководство так открываем краткое руководство в общем рассказывается что здесь у нас камера там для сюда комплектация и здесь нужно загрузить приложение диджай мимо мимо загружаем приложение скачали приложение диджай мимо запускаем включаем камеру достаточно быстро включается подцепляя наш нашу камеру здесь у нас инструкция встречает видео инструкция так вот да здесь было показано что в общем включите эту штучку встречает такая презентация так обновление окей наша камера обновилась запускаем все она сразу же к включилась и вот примерно такой угол обзора так здесь вы смотрите здесь у нас рассказывается что есть что так показано вообще можно выделить объект и он уже будет фокусироваться ну-ка походи всячески следит за тобой это кстати хорошая функция вот и я одна из причин почему я беру эту камеру мне очень портопа потерял тебя мне понравилась эта функция то есть реально можно поставить ее где-нибудь в одном месте все он тебя нашел и можно просто ходить по этой комнате и не знаю рассказывать что-то делиться какими-то мыслями он будете держать фокусе а спряталась вот она ты дошел до настроек съемки и выставляя в общем full hd я обычно всегда снимаю full hd 60 кадров так можно снимать в 4к но попробую наверно отдельно поснимать когда будет виды со всех трех камер с коптера поснимаем в 4к осмо pocket тоже поснимаем в 4к так сегодня мы тестируем full hd 60 кадров бах все переключился так что у нас тут имеется здесь смотрите фото slow motion time-lapse так все приступаем к тестам камера заряжена на 74 процента флешка пустая флешка на час 45 64 гигабайта идем тестировать так вот сейчас в общем снимаю получается на диджай осмо пакет и знаете ручка немного греется сейчас чувствую здесь такое тепло есть так пойдемте поснимаем как же перевернуть камеру три раза нажимаешь на эту кнопку он переворачивает раз-два-три селфи раз-два-три переворачивает обзорная так пойдемте поснимаем так ну что пошло у нас видео сравнение сейчас в общем держу эти две камеры на выньте на вытянутую руку осмо пакет угол обзора 80 если не ошибаюсь в принципе я вот так смотрю на экранчике я весь вошел в него на соня я просто даже не сомневаюсь что в него войду если сделать более удобно так руку да то есть вот на соньку допустим я сейчас точно влазю а здесь все прям такой большой смотрите ну мы принципе лазим да но мне приходится руку прям сильно сильно вытягивать сейчас снимаю в квартире при искусственном освещении сейчас выйдем на улицу поснимаем при дневном освещении как он снимает потом также будет съемка в ночное время вечернее время сравнение звука и стабилизация сравним эти две камеры погнали камера разрядилась до 70 процентов я решил ее поставить на зарядку и мне интересно будет ли она записывать когда она заряжается смотрите записывает то есть когда камера заряжается можно записывать видео это очень хорошо так как у камеры нету съемных аккумуляторов поэтому можно взять с собой powerbank и подзарядить камеру ребята я использую камеру sony fdr x3000 вот примерно так она выглядит на стабе 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 называется фея g5 gs то есть смотрите вот какая конструкция приходится вот такую конструкцию использовать именно с со стабилизатором в отличие конечно от диджай осмо покет конечно не сравнится раз за размеры размеры очень впечатляет так стабилизация мне интересно как стабилизировать так мы заказали такси садимся еще одна мелочь очень интересная смотрите то есть когда камеру выключаешь она сворачивается таким образом чтобы было удобно положить чехол оп едем 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 далекие края мы говорили нет мы сейчас отели ребята поехали в икею посмотрим небольшие какие-нибудь подарочки вот мы же скоро едем в россию нам нужно что-нибудь прикупить наша мамочка может что-нибудь посмотрим в общем погуляем проведем вечер там в общем ребята народу сегодня очень много сегодня воскресенье и икея просто кишит народом мы решили поменять место дислокации в общем поедем наверно в клиффорд рядом здесь такой райончик поужинаем погуляем там проведем время именно там ехали в икею там очень много короче было народу и мы поехали в другое место я еще не знаю даже куда смотрите полинка ведет собственный блог проявила интерес поснимать на камеру я говорю давай снимай говорю мне прямо интересно как будет стабилизироваться картинка с детской руки потому что дети снимают и они вот на эту соню допустим снимает у нее есть своя стабилизация есть оптическая стабилизация есть цифровая стабилизация а в руках ребенка вы знаете картинка достаточно дерганая получается потому что я стараюсь более-менее так смягчать так сказать она сейчас смотрите она прям вот идет мотает она даже прямо не обращать на это внимание я сейчас три раза нажал на черную нажимаем раз два три и камера переворачивается здесь у нас имеется стул наверху мы видим food court вот эти полностью забит здесь смотрите фотосессия у нас происходит так ну что у тебя получается блок вести ну что приехали ура нравится так и как допустим вот снимать нас всех как мне вот сделать так чтобы мы поместились так ну давайте попробуем давайте вы где вот твоя камера вот это осма она не справляется ты видишь а на ходу тем более капец нам она вообще не влазим так это да это единственного такой большой наверно минус этой камеры то что мы не помещаемся все вместе угол обзора 80 всего против sony 120 заказали в общем два чая выдали на мод чек выдали номерок он будет жужжать дребезжать и сигнализировать это не знаю что такое потому что человек кока перед нами чайная очень известная очень много народу посмотреть и да много очень заказов наш заказ 07 92 а сейчас выполняется 07 44 но вы выдается поэтому не будем ждать пойдемте в ресторан какой-нибудь пойдем закажем какой-нибудь еду и потом за чаем можем прийти специально тестируем стабилизацию двух камер пробежимся чуть-чуть почему он меня не снимает так сейчас сейчас пробежится у нас ребенок слушай пока мы тут с тобой бегали наши девчульки там что-то выбрали какой-то ресторанчик так ну что там выбрали здесь есть вот такая вот острая говядинка в супе есть вот такая тушеная говядина рыбка в общем время ужина лягушки лягушки и выгодит красиво вроде да о какой павлин красивый ой лучше не трогай ну каждый потрогает и все вот такую лапшу будете здесь а что 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 почему нет что 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 мы вообще тут лапшу никакой есть не будет в общем ребята тестируем звук сейчас говорю именно в таком тоне как обычно снимая вот на эту камеру я не знаю как слышно эта камера слышит или нет здесь расположены два микрофона они находятся все в ручке я не знаю при касании ну допустим вот сейчас немного трогаю поглаживаю ручку камеры диджай осмо покет и если шумы нету я не знаю на самом деле на улице очень шумно шумновато играет музыка бегают дети вот вот посмотрите здесь находится наверху garden а внизу находится торговые ряды рестораны бутики различные но в приоритете я хочу сказать что очень много ресторанов и я напоминаю мы тестируем сами звук вот не то чтобы я совсем тихо говорил я говорю нормально обычным голосом как обычно громко говорю наверно уже привычка мне так видимо говорить потому что тихо будешь говорить но тебя не услышит мы выбрали этот ресторан потому что тут меню очень вкусненько тут еще этот салат с фруктами не как готовим помнишь ну пойдем здесь покушаем пойдем сначала заказ сделаем потом заберем коктейли смотрите какое классное место мы выбрали у нас свой домик уютненько как у вас тут можно к вам в домик можно заходите о какое кресло мягкое здесь так кстати темно надо будет поснимать на эту камеру тоже нам уже ребята принесли салат здесь достаточно темно установил две камеры на одинаковом расстоянии от нас и в общем вы сейчас нас видите как она не снимают картинка естественно неподвижная то есть они установлены вот она стоит актив трек нас отслеживает это естественно не умеет так отслеживать мне сейчас интересно как снимает камера в темном помещении то есть при искусственном ощущении здесь достаточно темно и как вы нас видите как вы слышите от 2 визе обманули камеру кстати ребята в чем удобство вот этой камеры тони то что взял с собой аккумулятор поменял и все и она на сто процентов заряжена готова к работе что не скажешь про эту маленькую здесь чтобы придется таскать powerbank и шнур чтобы заряжать это устройство здесь аккумулятор не съемный ребят снимаем на диджай мне прям интересно как она справится здесь и вот садедов чай который мы заказали катя сходила с вероникой и забрали пробовал вкусненько я уже попробовал это волчара знаете темновато да темно да здесь такая атмосфера такая приятная ну ну точно не снимать не обзорить еду вкусненько вот такой ребята наш заказ приятного аппетита было очень вкусно и кстати кафе посреди забилось буквально за считанные секунды народ просто подвалил и полная кстати на улице тем временем уже стало темно загорелись огоньки что они изображают непонятно как тебе кафе понравилось на вкусненько ну не так чтобы прям вау ничего такого необычного я такое же дома готовлю обычно так как по называть забыли забыли каталог так как тебе моя камера маленькая новая мне нравится мне нравится ее размер мне нравится ее габариты единственное что меня настораживает это то что маленький как это называется угол обзора да угол обзора маленький очень еще знаете какой момент хотел запечатлеть насколько быстро запускается камера то есть я достал ее достала из чехла да то есть предположим то что она у меня уже в руке включается таким образом и нажимаем запись я считаю что достаточно быстро запускается это неплохо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...